К другим темам. Из погреба в отделение токсикологии. Такой путь поразил житель Новосибирска, который решил просушить подземное хранилище с помощью костра и чуть не задохнулся угарным газом. Врачи и спасатели говорят, это далеко не единичный случай в период осенних сготовок. Анатолия Цопина о том, как сохранить и урожай, и собственное здоровье. Анатолий сжет дрова в погребе, чтобы его просушить каждый год. В этот раз не рассчитал. В понедельник развел костер, к среде дыма не осталось, лишь угарный газ. Молодой человек почувствовал, что кружится голова, потому картошку в подземное хранилище решил опускать частями. Успел справиться со всеми мешками. Когда уже собрался домой, возле лестницы, ноги отказали. Просто моментально ноги, руки. Дальше буквально спрыгнул племянник, начал меня поднимать, на две-три ступеньки я поднялся, упал и очнулся уже в скорой. Подобные случаи регулярны. Чаще весной и осенью, когда люди начинают сушить погреба при помощи открытого огня. Однако подземное хранилище проветривается плохо. Результат – отравление окисью углерода. Прежде всего в погребе в любом из них может скопиться как угарный газ, так и какой-либо природный газ, который в случае его вдоха может привести к плачевным последствиям. Гражданам хотелось бы рекомендовать прежде всего ни в коем случае не проводить работы одному. Необходимо, чтобы наверху всегда кто-то оставался, который по телефону 01 или 101 может вызвать спасателей, имеющие соответствующее дыхательное устройство и для эвакуации граждан. Если же родственник или товарищ сам бросился на помощь пострадавшему, он может оказаться в такой же ситуации. Потому иногда погибают целыми семьями. В этом году были летальные случаи. Первая трагедия произошла в начале августа. Трое мужчин готовили подземное хранилище к зимнему сезону, почувствовали себя плохо. Двоим удалось выбраться наверх, а вот третий остался внизу. Медики и спасатели просят не забывать проветривать погреб перед тем, как спуститься в него. И использовать сертифицированные шашки для просушки в соответствии с инструкцией и рекомендацией производителей. Наталья Цопина, Константин Менин, Андрей Дулепов. Новости ОТС.